Привет, мои скауты, с вами Кьюбейт, и добро пожаловать в LEGO City Undercover. Мы продолжаем в неё играть и продолжаем её проходить. Мы по-прежнему пытаемся внедриться в различные банды и пробраться к Рексу. И сегодня я ещё думаю разыграть LEGO City Undercover уже в третий раз. Первые два розыгрыша я провёл, в группе есть итоги, если вам интересно. И теперь она будет на все платформы, то есть если у вас ПК, то для ПК подарю. Если Xbox, то для Xbox, а если PS4, то для PS4. Если Switch, то для Switch, если там можно покупать эти коды. Вот, но только, ну конечно же вам нужно поставить лайк этому ролику, написать комментарий ссылкой на вашу страницу ВКонтакте, и подписаться на канал, если вы вдруг ещё не подписаны. Но только аккуратней, чтобы вот прям миллиона не было, потому что я ещё не подготовил миллионный ролик. Ну знаете, аккуратненько. Я шучу, конечно, но потому что там очень мало осталось, там по-моему 4 тысячи до миллиона осталось, так что будьте аккуратны, пожалуйста, до миллиона не дотягивайте. Вот, ну ладно, мы продолжаем играть. Сейчас мы, по идее, должны взять автозак. И это, видимо, суперкрутой мотоцикл. Я просто не знаю, что такое автозак. Может быть, большие проблемы, если я тебе его дам. Ну, может, мы сможем как-то договор... Рица, ты читаешь мои мысли. Да, он уж перебил. Видимо, да. Это какой-то крутой мотоцикл, с помощью которого мы сможем подобрать брата Винни Папаларда, который суперкрутой авторитет, но работает на Бешеного Рекс. И вы представьте, насколько этот Бешеный Рекс крутой парень, если на него работают там супермиллиардеры, влиятельные люди. Это обалдеть просто. Окей, а, только часть мы собрали. Колеса, да. О, колеса, колеса. Да я смогу, наверное, найти. Наверное, нужно какую-нибудь тачку разбить, чтобы получить эти колеса. Я не знаю даже. Серьезно? По-моему, мне реально нужно... По сторонам участка, возможно, вам удастся найти два колеса. Ага, возможно, они здесь где-то есть. Давайте поищем... А, во, можем здесь ломать. Кстати, там, по-моему, есть как раз-таки колесо, если я не ошибаюсь. Там есть еще у нас суперблок, что нам тоже очень важно. Так, вот колесо я могу забрать? Видимо, нет. А как сюда попасть наверх? Здесь надо. О, вот лестница, замечательно. Знаете, в лего все нужно ломать. Буду это все время повторять, потому что это важно. Так, колесо. Нет, видимо, это не то. Хотя, может, нужно... Да-да-да, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Как раз-таки то колесо, которое нам нужно. Удивительно. И суперблок собрали, и колесо тоже взяли. Аккуратненько. И, кстати, я забыл сказать, конец розыгрыша будет 15 апреля. Так что, если вы хотите получить Legacy Tender Cover, то обязательно все это выполняйте. И кто-то из вас это точно получит. Разумеется, один человек. То есть, я всем не смогу никак. То есть, вы понимаете, что это розыгрыш на одну игру, на один ключ. Я всем не смогу отправить. Понятное дело, что не моноцикл. А вот где второе колесо искать, не совсем понятно. Я бы здесь, конечно, что-нибудь такое, знаете, забрал. Но нельзя. Может быть, где-то здесь внизу. Я вот, честно говоря, не знаю даже в каких окрестностях примерно. Может быть, знаете что? Попробовать обойти, и там что-то будет. Я реально не знаю, где оно находится. Я здесь все бегал. Может быть, здесь там у нас персонаж. Давайте взломай. Ой, стоп, не туда. Давайте взломай. Может быть, здесь где-то лежит. Потому что я уже, ну, вокруг участка, вокруг этого места. Я все бегал, ничего такого не нашел. Это у нас... Блоч Малакасоскин или как? Босс Малакасос. Окей, ладно. О, вот здесь есть что-то. Погодите-ка. Может быть... Это удочка вообще какая-то. Я не думаю, что это... На старт не манера. Марш! И... И что делать? А что нажимать? Ой-ой-ой-ой! Как ловить-то? Блин! А что нужно нажимать? Я не понял просто какую кнопку. Погодите, еще раз. Где-то показывают это? Может... А, может тянуть назад? Сейчас, секундочку. Так... А вот... Что ж там такое? Вообще акула какая-то. Серьезно? Очень издеваю... И где оно, кстати? Я его вытянул вроде, нет? Колесо! Что со странности? Колесо я... Во-первых, я удивлен, что колесо здесь. Я бы в жизни не додумался, что оно здесь лежит. Вот если бы не попробовал. Давай, 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 давай! Так оно вытянулось же уже. Стой! Не уходи никуда. Уже два там... Вот, окей. Теперь досталось. Там его не было. Вы сами видели. То есть там пустое место. Что за странности? Кто туда положил? А, вообще... Вообще непонятно. Зачем нужно было сюда спускаться? Могли бы как-то попроще все это сделать? Нужно было бежать все вокруг участка, посмотреть. Ну ладно. Теперь мы со спокойной душой идем собирать автозак. И на этом автозаке уже поедем спасать Мо... Я забыл, как его зовут. Ну, в общем, Мо. Брат Винни, который. И здесь у нас... Я не знаю, что это за ребята. Это, наверное, какие-то юные студенты полицейской академии. Они здесь и отжимаются на одной руке. И везде прыгаются. Вон там у них прискачают. Эй, чувак, я принес тебе второе колесо. Давай собирать. Хотя в основном я все собрал. Не знаю, чем ты помог. Постой-ка. Тогда это уже будет не мотоцикл. Вот именно. Выглядит очень даже. Интересно, а я не убьюсь на нем? Думаю, есть только один способ... А почему? Я же поеду. Давай-ка прокатись на нем. Ну вот, я отлично и поеду. Возможно, это какой-то суперполицейский мотоцикл. Но я на это надеюсь. Автозак. Так, окей. Хотя я вроде такие уже видел. То есть по городу они катались. Поехали. А что в этом сложного-то? Я понял. Он, кажется, вообще супербыстрый. Куда нужно? Сюда? Уйдите, уйдите. Отойдите. А зачем кружок? Так. Это знаете, как миссия в Ultimate Spider-Man? Ну, это игра такая довольно старенькая уже. А ты, черт. Там нужно было, по-моему, за Джонни Шторм. Который огненный парень из Фантастической четверки. Вот за ним нужно было летать. Я помню эту миссию. Я с ней какое-то время запаривался. Так, а куда? Да ну не сюда, не сюда, не сюда. А нет, нам сюда. Нам, кажется, сюда. Но это уже по миссии будет. Ни черта не понимаю. А да, правильно, нужно сюда. Очень странно все. Да я думаю, мы успеем. Я тем более на нитро еще гоню. Фига себе кружок. А как мы по... Нам вот сюда, по-моему, да? Стоп, 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 стоп. Немного проехали. 42 секунды. А, время прибавляется. Окей, тогда нет проблем. То есть я думал, что... Оно просто истекает. И нам реально нужно сделать огромный круг. Офигеть просто. Ну, кстати, мне эти гоночки нравятся. Я бы не против поиграть такое на спорткаре каком-нибудь. То есть, и знаете, с соперниками. Если здесь в игре что-то такое есть, это прикольно. По крайней мере, если бы я эту игру создавал, я бы так сделал. Почему бы и нет? Более, это же открытый мир, знаете, какой-нибудь ночной стритрейсинг. Была бы небольшая. И можно было бы сделать, да, кучу отсылок на НФС серию. Да, все-таки мы возвращаемся в участок. Я эту дорогу уже запомнил, только я проехал. Зря, это сказал, что я запомнил. Взял и проехал поворот. Здесь какой-то такой, знаете, милый район. Красивенький. Что-то я здесь никогда не был. Ааа, да-да-да, я знаю, знаю, знаю это место в Сан-Франциско. То есть, ну, естественно, я там не был сам. Но место знаю, оно очень знаменитое. Есть! Вот это нифига себе, реально круг большой. Все, чувак, мы прошли. Это офигеть было. А, офтозак это вот эта штука. Окей. Я так и думал, что офтозак, ну, блин. Я просто как-то... У меня есть представление, что такое офтозак. И я думал, что как раз-таки это какая-то такая, знаете, большая бандура. Блин, классная точка. Я ее могу брать, только она замылилась почему-то сразу же. Это она где стоит? Там, наверное, где-то. Окей, погодите. Нам нужно взять офтозак. И на нем уже пойти и спасать чувака. Все, гоу. Это такая бронированная, такая огромная тачка. И сзади еще, ну, возят преступников обычно. К зданию суда. Окей. На самом деле здание суда не так уж близко, как я думал. Но я уже почти приехал. Немного автозак. Ну, так совсем чуть-чуть побил. И нам можно, по-моему, было здесь повернуть. Я не знаю, зачем было делать такой круг. Очень странно. Навигатор меня обманывает. Ну что? Вот, молодой Люк его зовут. Ну, безобидным его не назовешь, но, как вы помните, у него преступлений особо нет. То есть только штрафы за парковку. Вот именно. Я тоже не понимаю. Ну, кстати, так бывает. Актер, который играл в Блейд, он тоже за неуплату налогов там сел в тюрьму на какое-то время. Я приехал за моду Люка. А вот и Чейз. И мы в это время усп... Я ничего не понимаю. А, типа, мы уже забрали, и чувак такой, я приехал за моду Люком. Делюка его. Закрой рот и вези меня на Альбатрос. Воля ваша. Но вообще-то я не в тюрьме работаю. И мы можем поехать куда-нибудь в другое место. Хе-хе-хе. Вот тяна. Я знал, что Винни придет на выручку. Как тебя звать, парень? Чейз. Не помню такого, но плевать. Вези меня в наш схрон. Опс. Чувак, ты теперь... Ты теперь немного открыт. Хе-хе-хе. Открыт. Я организовал этот побег, потому что хочу работать на реального авторитета. Ха-ха. Неплохо. Брелый непромах, Чейз. Кедровая улица. Там наш схрон. Кедровая. Ну, погнали. Сейчас немного... Зато мы все честно сказали, кстати. Ну, Чейз не соврал. Он сказал всю... Всю правду. Даже свое имя настоящее назвал. Воу, нифига себе нам ехать нужно. Ну ладно, поехали вместе, чтобы вы видели, как все это происходит. Хотя, на мой взгляд, было бы прикольно, если бы вот сейчас была полицейская погоня. То есть, если ее не будет... Нет, она все-таки есть. Это замечательно. Все. Тогда вопросов нет. Но если бы не было полицейской погони, то было бы странно. Я украл чувака, который на 8 лет должен был сесть. И никакой полицейской погони, никакой полиции. Нет, было бы странно. Но правда там... Ну, честно говоря, не... О, черт! Нифига себе, у меня два сердца осталось. Ладно. Я хотел сказать, что мало как-то полиции. Нет, пускай будет так. О, какое здание красивое. О, блин! Фига себе, мы приехали. Ты же уже Нью-Йорк, по-моему, нет? Так, а теперь... Полицейский сзади, ладно. О, вот здесь я смогу проехать? Чувак тут? А, здесь я уже был. Там дальше здание будет с Терексом, музей который. Ну, где-то вот неподалеку. О, полицейский врезался. Ну, вот это точно как в ГТА. А там, там они точно такое же проворачивают. Ты точно не хочешь стать членом банды Винни? Да! Ха! Замолвлю за тебя, славянка. Пойми, парень. У меня к тебе нет претензий. Но Винни... Что ж это за Винни такой? Было бы забавно, если бы это реально был какой-нибудь Винни-Пух. Я не могу сказать, что он лезть, чтобы он начал доверять тебе. Так, мы уже почти приехали. Да, кстати, вот я, может сказать, угадал. Это реально здание с Терексом. Ну, там, музей этот. И вот теперь мы почти-почти-почти-почти. Главное, чтобы копал. Блин, какое красивое место. Хороший схрон. Там, по-моему, вообще все открыто. Чувак, ты можешь свободно выходить. Какая дверь? Там даже крыши нет. Мо, тебе удалось сбежать. Мы тут сидим и думаем, как вытащить тебя с Альбатроса для Винни. Вы опоздали. Этот парень вас опередил. А теперь живо избавьтесь от этой тачки. Спасибо, Чейз. Я позвоню. Ну, хорошо. Хотелось бы, конечно, чтобы все было сразу. Ну, ладно. Какая-то кедровая улица. Непонятно. Какие-то гопники там были. Полиция мимо проезжает. Замечательная работа. Ладно, главное, что мы под прикрытием. Так, окей. Что у нас теперь? Нам кто-то уже звонит. Привет, Чейз. О, уже звонит. Я понял, как тебе завоевать доверие моего брата Винни. И как же? Машурин работает в аэропорту. Говорит, что пришел груз с новомодными прибамбасами от какой-то японской компании, производящей системы безопасности. Сто пудов. Винни захочет наложить лапу на эти штукенцы. Да, но как мне-то наложить на них лапу? Стоп. Стоять. Ладно. Обычно я не связываюсь с такими делами. Но ты меня реально выручил с этим побегом. Ну, конечно, 8 лет спас. Встречаемся на парковке с южной стороны аэропорта. Уже еду. Так, по идее, это не так уж и далеко должно быть. Сейчас глянем. Во-первых, в какую сторону? Мне кажется, не сюда. Нам кажется, вот сюда куда-то ехать. Да, это не так уж и далеко, так что давайте вместе проедемся. Не буду выключать запись. И, блин, по-моему, это реально Нью-Йорк. Я не знаю, я особо в городах не разбираюсь, так что вы напишите. Но мне кажется, что здесь несколько городов. Не только Сан-Франциско. То есть, основной это Сан-Франциско, разумеется. А вот здесь я уже точно не могу сказать. Потому что, ну, очень похоже на Нью-Йорк. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Не знаю. Там у нас челюсти какие-то, акулы. Прикольно. Надо еще смотреть. Эл-Си. Непанятно, непанятно. Ну, здесь, как всегда, в аэропорту нужно много всего объезжать. Так что я, да, немного срезал. И здесь, кстати, есть, смотрите, какая-то гонка, какой-то чемпионат. Видите, там есть кубок. Ну, мы приехали. Должен быть пунктуальный парень. Да нормально. Она принадлежит моему брату. Ну, круто. Мы с ним не особо ладим. Так что можешь раздолбать ее. Спасибо. Вот, вот именно. Чейз меня понимает. А вот это, который тебе надо тормознуть. Давай за руль. Ну что, погнали? Я не знаю, надеюсь, здесь есть нитроп. Да, оно мне поможет. Педаль в пол. Ага, окей, нам сюда. Немножко срезаем. И... Прямо сюда. Воу, нифига себе, сколько жизней. Вот, насчет раздолбать, по-моему, все это было правдой. Потому что сейчас как раз-таки... Че, серьезно? А, он просто выпал. Все, я его сбил? Так, быстро? Вы че, издеваетесь? Ладно. А, я половину-то избил. Спасибо. Ой, нифига себе, он маневренный. Там какие-то пушки, посмотрите, непонятные. Странно, выглядят как какими-то футуристичными. Блин, можно было повернуть не там? Ладно. Офигеть. Ничего не видно. Вау. Готовы на все. Лишь бы поймать бешеного... Офигенно. А, вы пораньше сообщить. Я только что взял фуру без спроса. Ничего страшного. Фрэнк рассказал мне о машине, которую ты угнал для Чана. Так что я веду учет. Фрэнк все-таки передал информацию. Ущипните меня. Фрэнк что-то сделал. Офигеть, медок. Так, нам нужно было, оказывается, обратно ехать. Ну, почти, да, обратно. Мне кажется, что прошлые ошибки его кое-чему научили. Так, 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 аккуратненько. Эли, если мне еще что-нибудь понадобится, я сообщу. Блин, полицейские, черт. Они все-таки как-то реагируют на это. Что я везу незаконное что-то. Ага, мы вот спускались вниз, если в аэропорт. А нам теперь нужно сюда. Кафешка Винни где-то находится, видимо, за городом. Потому что мы как раз-таки выезжаем. Где-то здесь мы уже были. Если вы помните, мы приходили на этот пляж. В прошлой серии. Аккуратненько, полицейские чертовы. А где же кафешка? Ну, если кафешка где-то на пляже, то это, наверное, очень прибыльная штука. Здесь же много людей постоянно. Тем более, если там, знаете, какую-нибудь мороженку продавать, то почему бы... А, нет. Мы едем дальше пока. Блин, какие здесь крутые тачки. Ну, это явно уже не Сан-Франциско. То есть, это уже не похоже на Сан-Франциско никак. Абсолютно. Вау, какая милая кафешечка. А, кстати, да, он же мороженку продает, реально. Я и забыл. Я просто наугад сказал, но я забыл, что в прошлой серии мы реально узнали, что он продает мороженое. Так, аккуратненько. Ээээ... Папа... Папалардос, да, конечно, так называется. Окей, заехали. Я еле... Я еле довез этот груз. Серьезно, это было тяжело. Тачка очень маневренная. Со мной хочет встретиться Винни Папаларда. Ааа. Экс-главарь самой большой банды в Лего-Сити. Его кафе-мороженое, любимое место местных бандюганов. Да, наверное, бандюганы. Просто он ничего никогда не повторяет дважды. Эй! Паули слепыш. Нет, скажи ему, я видеть его не могу. Везунчик Пит. Рад тебя видеть. Действительно, везунчик. Эй, вот так удачи. Близняшки-лангусты. О, блин, это же стремно... О, и Микки Трепло. Я так понимаю, он немного врет. Попадаешь на космодром? Небольшое планету с потолка и вуаля. Секретный предмет твой. Это, кстати, возможно. Это реально возможно какая-то... Ну, то есть не отсылка, а... Реальное место есть на космодроме. Ты сбиваешь ракету и там какой-то сюрприз. Он мог не соврать. Ищем отсылки, чуваки. Ищем отсылки. Ну, здесь... Много различных картин. Я что, похож на клоуна? Веселю тебя, развлекаю, как последний кретин. Смешно, да? Смешно как? Простите, босс, я не хотел. Не метайся и разгружай тачку. А-а-а! Ну, привет, Винни. О, боже мой. Что с ним не так? Я тебе все уши прожужжали. Я у тебя в долгу за то, что ты помогал ему ботельнику. О, не обращай внимания. Там же такие костюмы были. А, окей. Я хотел его приятно удивить, понимаешь? Я уже очень долгое время пытался наложить лапу на эти штуковины, которые ты мне достал. Эти краскометы просто... Краскометы? Это те, кто, скажем, не совсем в ладах с законом. Ну, то есть для нас. Так, теперь я хочу проверить эти штуки в деле и украсть мега изумруд. Вау! Это офигенно! Будем грабить банк. Ну, я столько уже... Вот именно! Если не знаешь, как их использовать, это не беда. Я буду зачитывать тебе по телефону инструкцию. Удачи, Чейзи! Чейзи! Звучит мило. Ну, по-моему, неплохой парень. Есть! Мы получили краскомет. Это что-то новенькое, конечно, уже. И в следующей серии обязательно будем грабить банк. Это 100%. Нам, кстати, пока никто не звонит. Думаю, сейчас что-то такое будет. Эй, где звоночек? Ну, вот, наконец-то. Мне надо ограбить хранилище одного банка. Одного банка самого главного в Лега Сити. Ха-ха-ха. Понятно. Помочь или сам справишься? Помоги. Так, вход в канализацию находится... Вау, нифига себе! Это реально целое ограбление. Я просто обожаю фильмы с ограблениями. А нельзя просто... Так что это будет реально мега круто. Банковское хранилище. Единственный путь через вентиляционный люк над хранилищем. А туда можно попасть только через канализацию. Ну, то есть, смотрите, это уже отсылка на миссию невыполнима. Я уже это вижу. Нет. Обойдусь. Спасибо, Эли. В общем, чуваки, это будет невероятно круто. Так что обязательно... Ну, то есть, если вы хотите получить Лега Сити, то еще участвуйте в розыгрыше. Вам нужно лайк поставить, оставить комментарий, ссылка на страницу ВКонтакте. И подписаться на канал. Ну, и вообще, поддерживайте серию. Всем спасибо. Всем пока.